Субтитры создавал DimaTorzok Национальной паралимпийской сборной по плаванию Сергей Кинах. Секрета нет. Море не нужно, бассейн есть. Зачем море? Как, секрет в чем? Когда работаешь, тренируешься, вот в чем успех. 33 медали добыли казахстанские паралимпийцы на третьих азиатских паралимпийских играх, которые прошли в октябре 2018 года в столице Индонезии, Джакарте. Это на 9 медалей больше, чем было заработано на предыдущих играх в корейском Унчхоне. Две серебряные медали завоевал для национальной сборной карагандинский пловец Сергей Кинах. Это были важные старты в период между паралимпиадами и готовились к ним основательно. Двое сборов было, получается. Одни были в Киргизии, на Секуле, потом вторые сборы были в Таразе. Все на 50-метровых бассейнах, потому что мы тренируемся на 25, поэтому сразу будет тяжело. В Джакарте мы приехали пораньше, можно сказать, почти на неделю. Там поплавали еще, разрешались. Там жарковато было. В Джакарте, что было очень сложно, бассейн открытый, большая температура и большая влажность. Поэтому дыхание сразу у них сбилось, и надо было привыкать, надо было адаптироваться. Хорошо же, что мы приехали раньше. У нас было дней 5, чтобы немножко привыкнуть к этому. Но все равно к этой жаре, конечно, очень трудно было привыкнуть. Сергей Кинах, спортсмен опытный, уверенно чувствует себя на разных дистанциях, одинаково хорошо владеет практически всеми стилями. Серебряные медали в Джакарте он завоевал на дистанции 100 метров, проплыв брасом и 50 метров вольным стилем. У меня несколько коронных дистанций я готовил. Так получилось, что две только получилось выполнить. Вот 50 кроль, 100 брас, еще у меня должна была быть 100 кроль. Но там чуть-чуть не получилось. Так бы могла быть тоже бронза, там буквально полсекунды не хватило. Когда уже прям, если ты последнюю дистанцию проплыл, даже не получил еще медаль, но ты, допустим, знаешь уже, что место, ну, когда уже последнюю дистанцию проплыл, вылез, что все, тебя не деквалифицировали, что все нормально, вот тогда наступает облегчение и уже там в голове подводишь итоги. У него первая дистанция была 100 метров вольный стиль. Он мог проплыть лучше, но у него не получился поворот. Вот. И из-за этого он стал четвертым. Ну, может быть, в какой-то степени это его подстегнуло. Вот. И он потом вот на двух дистанциях 100 метров в раз, 50 вольный стиль, он уже проплыл здорово. На дистанции 50 метров вольным стилем Сергей стартовал вместе со своим товарищем по команде Дмитрием Ли, с которым выступает в одной классификации. Дмитрий завоевал на Паразиаде пять медалей – одну золотую, две серебряные и две бронзовые. И выступили так, что одновременно на одной дистанции заняли два призовых места. Конечно, это гордость, когда поднимается твой флаг. Ну, если он даже не смотрит, что он в честь тебя, но все равно это. Это очень радостно, что наши ребята занимают места даже в одном поле. Так как я и мой товарищ по команде Сергей Кина, мы вот вместе плыли одну дистанцию. И я больше не думал насчет себя, что я место какое-то вольное. Я думал, чтобы мы вдвоем взяли место и чтобы уже два флага висели на пьедестане, чтобы поднялось целых два флага. Это ведь тоже как одновременно два флага, и это один раз, по-моему, в честь нас поднималось. Все равно очень радостно за своих товарищей в такие моменты. Радость есть, конечно, по-любому, когда вместе занимаешься. Просто на международных соревнованиях мы уже тоже так занимали. В Лондоне в 2014 году, по-моему, тоже вдвоем. У нас часто такое бывает, потому что мы всегда вдвоем плаваем почти одни и те же дистанции. Сборная Казахстана на минувшей паре Азиаде установила исторический рекорд по завоеванным медалям. При том, чтобы побеждать и занимать призовые места, на таких соревнованиях становится все сложнее. Уровень конкуренции постоянно растет. Уровень растет, без резких движений, конечно, но плавно растет. Ощущается, конечно, и по соревнованиям, по проведению, по организации, также по международным стартам. Там тоже очень множество людей, таких же, как и мы. Там и на колясках, там и без одной руки, без одной ноги, там и без рук, там и ДЦП, и, ну, всякие. Таких только не было. Я думаю, некоторым людям было сложно смотреть эти соревнования, потому что это тяжело видеть таких людей. Ну, которые люди ограничены, они увидели то, что можно все это заниматься и достигать таких результатов. Азиатские пары игры – это такие игры, где участвуют только страны азиатского региона. И, конечно же, на этом регионе мы, там, без участия европейских стран, мы уже, то есть, на какой-то топ нескольких левов мы поднимаемся выше. Мы уже конкурентная страна, мы страна с серьезными спортсменами, с серьезными намерениями. И, конечно же, то есть, у многих стран были очень большие опасения в отношении к нас. Потому что многие из нас знали, что мы привезем очень хороших спортсменов, которые будут завоевать свои медали. Казахстанские пловцы завоевали на играх в Джакарте 20 из 33 медалей. Национальная сборная по плаванию демонстрирует сейчас стабильно высокий уровень подготовки. Все спортсмены в ней объединены единым духом. Про нашу команду я могу сказать, что она дружная. Все, в принципе, общаются, даже по разным городам. Даже вне соревнований, когда не встречаемся, не вывеси, бывает, списываемся, созваниваемся. Узнаем, как у друг друга дела. Ну, естественно, по Казахстану как соперники, а на международных соревнованиях всегда друг за друга болеем. Но даже на Казахстане все равно смотришь, как другие, допустим, проплывают, радуешься, когда они улучшают результаты. Конечно, все друг к другу. Там нет такого, что зависть, что кто-то там выиграет, не выиграет, что кто-то не выиграл. Ну, они, наоборот, смотрят на человека, как бы на его уровень. Как ты подготовился, как ты потренировался, так ты и выступишь по справедливости. Если ты хорошо подготовился, значит, ты выиграть должен. Если ты недостаточно подготовился, значит, ты проиграл. И они это все осознают и принимают. У нас спорт высших достижений, у нас спорт больших людей, у нас спорт больших людей с высоким духом, несмотря на какие-то там их физические данные. Поэтому и команда будет, соответственно, такая дружная, когда у них есть одна единая цель, одна единая идеология. В этом будет и дружба. Это не только как бы команда, это такие семейные отношения. Потому что, ну, и плюс ко всему, ребята проводят друг с другом больше всего времени. Они не просто там сокомандники, они друзья. Это перед каждым соревнованием два-три сбора. Это каждый сбор проводится по три-четыре недели, по три. И они еще и живут вместе, питаются вместе, разделяют, там, горючие радости вместе проводят. И дни рождения встречают вместе. Поэтому, конечно, и будет такая вот дружеская атмосфера. Паралимпийское плавание представляет собой адаптированные соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями. Большинство правил для плавания такие же, как и для здоровых спортсменов. Различия существуют только в исходном положении пловцов. Для паралимпийского плавания предусмотрены стандартные бассейны Международной Федерации Плавания длиной 50 метров. Казахстанские паропловцы добиваются самых больших высот в мировых состязаниях, включая паралимпийские игры. Если брать, конечно, такой-то, там, десятигодичный срок или пятигодичный срок, этого совсем-таки мало. Потому что есть страны, которые, паралимпийские комитеты, которые развиваются больше 50 лет, которые активно участвуют больше 50 лет за их спиной. То есть это колоссальный опыт, большие соревнования, то есть большие движения. И мы в этом очень-таки молодые, но мы идем и качественными, и быстрыми шагами вперед. Сергей Кинах пришел в спорт много лет назад. Сначала, как и большинство пары спортсменов, что называется по рецепту врача, намеревался просто укрепить здоровье. И только спустя некоторое время стал задумываться о профессиональных занятиях плаванием. Получается, как-то тренер, по-моему, мне позвонил, Константин Анатольевич, и пригласил заниматься. Это вообще для здоровья надо было, после операции у меня была. И мне выписали вообще для здоровья, ну, ходить заниматься плаванием. Я, как бы, особо не пошел, даже ничего не узнавал. То есть, а сам тренер нашел, где-то меня позвонил, почему, говорит, не приходишь. Я говорю, ну, приду, посмотрю. Пришел, начал заниматься. Ну, вроде как понравилось. Я уже умел, в принципе, плавать. В начальном уровне. Занимался где-то раза три в неделю. Где-то месяц. Потом начал, каждый день ходить. В бассейн Сергей всегда ходил с удовольствием. И от тренировок к тренировкам, от соревнований к соревнованиям он постоянно совершенствовал свою спортивную форму. Получается, сам по себе день выстраивается. Ты знаешь, что тебе надо на тренировку с утра, потом тебе на работу надо. Потом, если активно готовимся, то на вторую тренировку. Потом опять на работу, а потом уже вечером домой. Планы есть и на чемпионат мира, и на Токио. Вот, у него есть настрой работать. Конечно, ему сложновато, потому что он человек семейный и работает. Поэтому, конечно, ему очень сложно в этом плане. У нас первая тренировка начинается в 7 утра. А ему иногда надо будет ребенка в садик отвезти. Поэтому не всегда утром, допустим, получается. И вместо своего обеденного перерыва на работе он на тренировку приезжает. Ну, старается. Поэтому будем работать. С тренером Натальей Монохиной Сергей Кинок занимается уже пятый год в команде карагандинских паропловцов, в составе которой есть спортсмены с именами мировой известности. Таких, например, как Наталья Звягинцева. Ну, это не зависит, наверное, от пола. Просто от характера. От его, наверное, подготовки тоже тренерской. Некоторый тренер может дать какой-то начальный уровень. А потом может результат встать. Нет, тут не будешь прогрессировать. И у каждого тренера свой подход. Впереди у Сергея Киноком новые старты. Главный из которых – паралимпийские игры в Токио. Надежда всегда есть. Ну, как бы. Ну, сейчас пока чемпионат мира. Вот к нему надо готовиться. Ну, там нормативы, в принципе, близкие были. Что на чемпионат мира, что, ну, на олимпийские посложнее немного. Оттого тренироваться приходится пловцу систематически. Изо дня в день. Не пропуская занятий. Совмещать бассейн с работой, заботами о семье. Для Сергея нет ни важных, ни ответственных стартов. Спортсмен говорит, что к каждым соревнованиям готовится так, словно выступает в первый раз. Есть такие мысли, конечно. Я прям так не думаю часто, каждый раз о соперниках. Просто, когда не охота, все равно мотивируешься. Ну, это вот поначалу было тяжело. Вставать было тяжко. А уже, когда выходишь на более высокий уровень, там уже просыпаешься на автомате и идешь, знаешь, что надо по-любому. Знаешь, что надо подготовиться, если это к соревнованиям. В самые сложные моменты отчаяния люди, столкнувшиеся с жизненными проблемами, не теряли надежду. Пример таких спортсменов, как Сергей Кинах, внушает нам одно. Нет всех вершин, что нельзя взять. Главное, верить в себя. И ваша высота вам непременно покорится. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok